приветствую вас дорогие подписчики на моем канале недавно я здесь выставляла видео про церн вы можете у меня на канале найти это видео это было как раз в то время когда происходило полное солнечное затмение в некоторых странах и это видео достаточно емкая там много информации которые вы можете найти вообще в принципе чтоб дальнейший пазл или дальнейшая картинка сложилась я решила сделать продолжение продолжение по поводу церна и информация конечно не свежая но все-таки думаю будет интересно дополнить как бы общую картину некоторыми информациями вот что касается церна вообще напомню напомнить вам хотела что такое церн европейская организация ядерных исследований устройствами которые церн используют для этой цели являются ускорители и детекторы частиц ускорители доводят частицы до высоких энергий перед их столкновением детектора наблюдают и записывают результаты этих столкновений в общем как я поняла в самом церне в этом здании и возле здания есть всякие разные скульптуры но и вообще они увлекаются искусством делают всякие разные инсталляции и на сайте самого церна можно найти эту информацию и периодически они занимаются тоже всякими разными вокшопами и делают разные новые там картины и в общем искусство как таковое но на любителя скажем так и тема конечно у них такие очень актуальны допустим тема климатом и так далее вот и возле здания у них допустим есть такая вот большая скульптура что ли называется она маленькая амаль анимированная кукла сирийской девочки беженки высотой три с половиной метра которая отправилась в замечательное путешествие художественное путешествие длиной 8000 километров которая проведет ее через турцию и европу но как бы смысл этой девочки чтобы найти свою мать вернуться в школу и начать новую жизнь но еще одним из таких произведений искусств как бы является статуя статуя шивы сейчас я объясню кто такая шива и вообще смысл вообще этой статуи какое значение она имеет вообще для церна в общем сами фотографии этой статуи как ее привезли к этому церну как ее распаковали как ее поставили как они радовались этому событию что вот наконец-то пришла эта статуя тоже можно все найти на просторах интернета и убедиться в том что так оно и было вот и как же появилась эта статуя возле этой организации вообще какая с какую связь она имеет с этим церном статуя является подарком из индии и отмечает давнюю связь церна с индии которая началась еще в 60-х годах и продолжается по сей день эту статую открыл открыли генеральный директор доктор роберт аймар и господин чандра секхар если я правильно читаю вот и доктор они как как удар председатель комиссии по атомной энергии секретарь департамента атомной энергии индии вот но нужно отметить что церн это мультикультурная организация да там представлены более чем 100 стран и 680 учреждений и вот эта статуя шивы это лишь одна из многих статуй и произведение искусства в церне и теперь перейдем к этой шиве в индуистской религии это форма танцующего бога или господа как они называют шивы известно как на тарадж и символизирует шакти или жизненную силу как поясняет мемориальная мемориальная доска рядом со статуей считается что господь шива создал вселенную мотивировал ее и в конечном итоге уничтожит ее карл саган провел метафору между космический космическим танцем на тараджа и современными исследования космического танца субатомных частиц вот тут они уже проводят связь как бы между этой статуи тем что вообще чем занимается церцем по себе статуя изготовлена в индии оригинальная скульптура представляла собой восковую модель вокруг которой было сделано почвенный сделано почвенный почвенный слепок при плавлении воска оставалась полость в которой заливался жидкий металл после охлаждения форма была разделена а статуя отполирована и ей придали такой как бы античный вид статуя находится на постоянной экспозиции на площади между зданиями номером 39 и 40 недалеко от главного здания шива один из самых сложных противоречивых и могущественных индуистских богов шива это и шакти и сила его обычно изображает в храмах как символ называемый лингам символизирующий силу необходимую для жизни как на микрокосмическом так и на макрокосмическом уровне как мира в котором мы живем так и космоса в целом лингам обычно расположен в сердце шиваидского храма под шпилем символизирующим пуп земли он всегда управляет двумя противоборствующими силами разрушением и созданием вот так интересно да считается что он передал свою мудрость стоя на вершине гималайских гор лицом к индийскому субконтиненту на юге эта форма шива изображена сидящей на высоком сидении одна его нога сложно другая опирается на на как бы такое ошибочное ложное в кавычках я в одной руке у него змея или трезубец а в другой огонь в этом изображении змея означает как бы мудрость да а огонь представляет собой просветление две других руки сложены сложены ну и дальше шива считается мастером нескольких танцевальных стилей ему приписывают создание танца как такового в махабхарате и шана то есть это одно из имен шивы называется изначальным мужем то есть как мы понимаем адам да вот этот когда мы говорим 1 адам или то тут они как бы называют что это вот изначальные муж и как бы до единственно нетленным и вечным изображается чаще всего сидящий в позе лотоса с кожи белого цвета синише и со спутанными или скрученный пучок на макушке волосами носящим змею на шее голове руках и ногах как браслеты на поясе и переброшено через плечо как аналог священного шнура одет в тигровую или слоновую шкуру восседает на тигровой шкуре на лбу третий глаз а а также трипундра из священного пепла которые получают из навоза коров или сожженных трупов одно из популярных изображений шивы когда он предстает гермафродитом левая сторона представляет собой его женскую ипостась а правая мужскую вот это то что касается типа искусства да а есть еще один видеоклип я не знаю когда церн снимал это снимала это видео или этот фильм этот фильм называется dance opera фильм это официальный трейлер от церна и называется он сумма твое вот и к сожалению я не могу его здесь выставить это видео иначе мне заблокирует видео и я просто вам расскажу о том что это видео показывает и вы посмотрите пару отрезков или картинок с этого видео и мы обсудим его само это видео она начинается так что нам показывают центр я так думаю что этот сам центр этого церна где они эти всякие разработки делают и так далее свои исследования проводят и это видео начинается именно с этой картинки в общем видео называется симметрия и дальше открывается вид на сам центр и проходит по этому центру и появляется фраза в поисках мельчайшей частицы потом оказывается в одном исследовательском бюро мы видим человека с документами с какими-то разработками с какими-то схемами схема мне напоминает разработка каких-то специальных оружий когда психотропное оружие да когда раньше это было в тане все это делалось и вот эти схемы они очень интересные их нужно отдельно в принципе рассматривать и вот этот человек занимается вот этими схемами он анализирует он сравнивает он перелистывает размышляет и я так думаю делать какие-то свои собственные выводы вот тут нам не объясняется вообще смысл всего этого то есть это просто как вот какой-то короткий отрезок то есть как фильм да но и идут просто какие-то короткие отрезки следующая фраза он открывает танец космоса ну и дальнейшая сцена очень интересно потому что мы видим несколько человек в таких специальных касках которые в принципе вот находится как бы пьедестале таком и образует круг и в этом кругу они танцуют и танец напоминает именно с такой как танец шивы вот эти движения головы движение рук то есть как они в этом кругу передвигаются то есть это очень интересно и что самое интересное что они танцуют не просто на на этом пьедестале они танцуют перед вот этим коллайдером то есть перед как раз тем с чего в принципе то это все и началось заварилась эта каша с этим солнечным затмением и этот коллайдер где они в принципе и делают эти эксперименты или эти исследования проводит да и вот как раз перед ним да вот тут нам показывают что они как раз это делают перед вот этим вот коллайдером они вы танцовывают вот эти танцы и танец этот похож как вот как какое-то шаманское действие то есть как будто какое-то вот нот что-то колдовское скажем тогда дальше появляются сцены где просто опять же до в этом центре движется какой-то человек можно просто увидеть руку темного цвета и она медленно исчезает потом тоже такая интересная сцена мужчина который типа сидел до этого в бюро и разбирал вот эти вот все схемки исследованиями занимался то есть он как будто падает в какое-то измерение или как летит по какой-то турбине со скоростью света и в конце концов его выталкивает и он оказывается в такой пустыне и там в принципе вообще ничего нету просто вот песок и пусто все да вот он оказывается там и в этой же пустыне где-то там вдалеке образ еще какого-то одного человека то есть непонятно мужчина этой женщина и потом его опять то есть сцена меняется его как будто выкидывает опять с этой пустыне и он попадает опять в этот центр сцена потом опять меняется и мы видим человека я не знаю похоже вроде как на женщину может быть я ошибаюсь мужчина женщина то есть очень тяжело определить темного цвета темно кожи человек да и то есть вот как будто идет синхронизация что ли да то есть то что происходит в этой пустыне то есть да и с другой стороны вот этот вот центр то есть да как будто как два разных измерения потому что получается постоянно вот это вот они в этом коротком видео показывают нам демонстрируют потом следующая сцена этот мужчина с бюро опять он оказывается в этой пустыне и это как будто напоминает как будто искушение как будто какое-то искушение в пустыне и вот опять появляется вот эта темная рука то есть рука вот этого человека темнокожего да и касается его и мы видим также что он в другом измерении скажем вы танцовывает опять же вот этот танец шивы потом сцена опять меняется и мы видим часы то есть часы стрелки которых очень быстро просто с огромной скоростью вращаются ну как по часовой стрелке они вращаются то есть нам конкретно пока указывают на то есть знак часов знак времени до после этого этот же темнокожий человек который был в пустыне с этим же мужчины отталкивает его то есть прикасается к нему и как будто выталкивает его выталкивает не с того измерения в котором он на данный момент находится потому что до этого он был в пустыне а это как бы другое измерение он вот этот вот человек да он его как будто опять выталкивает что самое интересное он опять оказывается в этой пустыне но что самое интересное вот что я заметила по вот этому видео первый раз когда он оказался в пустыне он был одет то есть у него были штаны у него была рубашка застегнута в этот раз у него нет штанов как будто него сняли штаны и рубашка расстегнутая и как это даже не рубашка как распашонка какая-то и он опять кружится в этом странном танцы танцы опять сцена меняется он оказывается опять своим бюро и там показываются экраны там показываются тоже какие-то графики что самое интересное потом опять показывается та же самая пустыня и он находится как в каком-то кругу вокруг этого круга ходит этот человек в темной одежде до сам человек опять же повторюсь с темной кожи темнокожий такой да и полностью одет в темное вся пустыня какая-то такая светлая прямо белого яркого цвета и этот мужчина он крутится в этом танце именно по центру этого круга это как будто как ось и он как будто вокруг вот этой оси крутится а этот человек другой это темнокожий он ходит вокруг этого круга игры там не напоминает сцену как будто искушение вот в пустыне да если брать просто библейский сюжет искушение господа в пустыне и вот это что-то подобное напоминает потом тот после этого показана сцена людей находящихся в пространстве которые образуют как бы тоже какое-то соединение но тут полураздетые скажем люди и они как будто соединены или переплетены между друг другом и крутятся тоже в каком-то танце и в пространстве то есть это они не находятся где-то на полу или может быть это воздух но в общем как будто какое-то пространство при том темно везде после этого сразу показан этот темнокожий человек это личность и поднимающие руки в небо вернее мне не руки рук одну руку под поднимает этот человек в небо и как будто дает какой-то знак потом мы видим этого человека с бюро который находился в пустыне и был как бы искушаем который тоже попадает в этот водоворот он как будто окутан какой-то жидкостью или какой-то слизью и он кружится также сама в этом танце или вот сплетается переплетается с массой вот этих людей которые находились в этом пространстве то есть он туда тоже попадает потом очень быстрая сцена как он оказывается а то есть его опять выталкивает с этой массы выталкивает опять в эту пустыню и он как будто пробегает или даже можно сказать пролетает мимо вот этого темной личности и оказывается опять же в той комнате в том помещении откуда он и вышел до где он занимался своими исследованиями на одном из этих экранов компьютеров появляется фраза столкновение не удалось дальше происходит как какой-то взрыв и мы видим как будто как в тумане что ли да какая-то борьба происходит и опять же да потом появляется вот эти вот полу раздетые люди которые то есть как я понимаю какой-то портал открывается в форме глаза да можно так сказать в общем чем но большое количество энергии и открывается как портал и вот эти люди которые вот кружились до соединившись один в друг друга или соединившись между собой они как бы крутится вокруг вот этого открыт открывающегося портала и потом дальше показывается что этот портал он все дальше и дальше открывается и как бы расширяется больше становится но и в принципе на этом это видео заканчивается и потом они пишут даже что симметрия да вот и это и к концовка этого видео но и заканчивается в принципе весь этот маленький фильм одним предложением что внутри цер находится большой адронный коллайдер вот но хотелось просто продемонстрировать вообще что они тут продуцирует и чем занимается очень интересное видео я вам так скажу вы можете сами зайти на их сайт посмотреть поинтересоваться их искусством посмотреть опять же это коротенькое видео она идет где-то минуту 58 почти что две минуты и сделать какие-то свои выводы вот но интересно просто что до снято было это видео потом интересно насчет этой скульптуры и я думаю что пазлы постепенно складываются так что на этом у меня все вот пишите свои размышления и что вы думаете насчет этого всего и может быть появится еще больше информации последующее время вот так что на этом я заканчиваю это длинное видео и желаю вам еще прекрасных выходных и всего хорошего до следующего раза